КПРФ продолжает борьбу против правового беспредела в отношении директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Напомним, 11 ноября арбитражный суд Подмосковья постановил передать контроль над предприятием группе Рота Агра. В ходе встречи в Госдуме с генеральным прокурором Игорем Красновым коммунисты заявили, что это решение вне закона и направлено против Павла Грудинина, как одного из самых ярких представителей левой оппозиции. Для того, чтобы похоронить его популярность с использованием сомнительных судебных решений, осуществляется комплекс мер, направленных на ликвидацию созданного им передового хозяйства. 11 ноября арбитражным судом принято решение, после которого у акционеров этого предприятия, имеется в виду его рабочие и служащие, останется менее 40% акции. После вступления решения в силу предприятие будет уничтожено. Судебные решения по этому предприятию зачастую принимались на основании противоречивых документов, неправомощным составом суда, при наличии обстоятельств, вызывающих сомнения в объективности и беспристрастности судей. Депутаты фракции КПРФ вручили генеральному прокурору обращение трудового коллектива совхоза имени Ленина с просьбой пресечь уничтожение народного предприятия. Коммунисты подчеркивают, сохранение совхоза – вопрос, имеющий значение для всей России. Это народное предприятие, ориентир для многих в нынешнем капиталистическом мире, как можно вести хозяйствование, как можно добиваться успехов, как можно строить прекрасные школы, как создавать детские сады, как создавать условия для жизни людей, для получения достойных зарплат, обеспечения социальной сферы. Этот пример мы максимально продемонстрируем в ходе президентских выборов, выборов депутатов Государственной Думы. Конечно, власти очень не хочется, чтобы этот пример распространялся по стране, чтобы всё большее и большее количество людей поддерживало это движение. Самое жёсткое в истории предприятия рейдерская атака началась сразу после участия Павла Грудинина в президентской гонке. С тех пор в отношении совхоза, директора и его ближайшего окружения возбуждено более 200 судебных дел. Если бы рейдеры были неугодной власти, если бы люди, которые захватывают совхоз, не согласовывали свои действия с высшей властью, то они бы не добивались таких успехов, не было бы такой масштабной информационной, организационной, юридической, административной кампании фактически в интересах этих рейдеров. Последние судебные решения настолько неадекватны, что их просто невозможно объяснить, признаётся сам Павел Грудинин. Вдруг ни с того не село судья принял решение, что все акции, всех акционеров нужно переспределить в компанию «Ротагра». Почему? Понять никто не может. Это всё, что сейчас вот суд примет решение, вашу квартиру переспределить в сторону, не знаю, какого жителя, или там, Полихата, или депутата Сабли. Почему? Непонятно. Правда, есть интересные наблюдения. Судья принимает решение, рыдало. Чтобы отстоять совхоз, нужно действовать быстро, подчёркивают юристы КПРФ. Они намерены оспорить решение арбитражного суда Московской области от 11 ноября. Мы сейчас будем направлять ряд обращений в правоохранительные органы, в надзорные органы, в председателю Верховного суда, потому что это суд общей юрисдикции и контролирующий органы, безусловно, Верховный суд. Также в КПРФ ждут реакцию генпрокуратуры на собственные обращения и письмо трудового коллектива совхоза. С призывом спасти предприятие, лидер партии Геннадий Зюганов обратился и к главе государства. На встрече с президентом я вручил ему целый пакет документов, связанных с неправовыми решениями судей по попытке рейдерского захвата совхоза имени Ленина по нападкам на все народные коллективы предприятий, будь то Звениговский Мэриэл, Уссолье Сибирско-Иркутской области или целый ряд предприятий, которые у нас базируются на Северном Кавказе.